Привет, друзья! Ну, с тех пор, как мы говорили с вами в прошлый раз, буквально несколько дней назад, ситуация в Канаде полностью поменялась. С коронавирусом, я имею в виду. Совсем еще недавно я вам говорила, что ничего не происходит, много людей на улицах, все живут своей обычной жизнью, а сегодня уже все закрывается. Даже дентал офис, стоматологические кабинеты, больницы, все звонят. Я получаю имел, почту отовсюду, что закрываются офисы по продажам. Все закрывается абсолютно. Здесь я вижу, из Америки присылают мне имелс, там закрывается все, 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 все. То есть все люди сели дома, все хотят пережить эту инфекцию и не заразиться коронавирусом. Что же, я думаю, по этому поводу произойдет в будущем, если только ситуация не изменится? Или сколько продлится этот карантин, если он продлится месяц или два, и люди действительно научатся работать из дома? Как сегодня я вижу, многие из моих друзей и знакомых начали работать дома, их офисы отправили работать по домам. Что должно измениться в мире, если в конце концов, когда закончится карантин, бизнесы посмотрят и увидят, зачем мы содержим такие большие офисы, зачем мы платим эти огромные 80-стоэтажные башни в даунтаун Торонто, я имею в виду, зачем их содержать, когда люди эффективно работают у себя дома? Я вот вчера ехала в машине на Ниагарские водопады и стала об этом думать. И пока ехала, набросала такой вот список, что, на мой взгляд, должно произойти. А почему это интересно? Потому что здесь есть потенциал бизнесов, к которым можно приступить сразу, точно сейчас, или закрыть свои бизнесы, если они умрут в самое ближайшее время. То есть это все предположительно, но это зависит от того, если бизнесы, где очень много работает людей в офисах, решат, что им офисы не нужны. Вот такие офисные работники сделают такую революцию в обществе. Давайте посмотрим, что я набросала для себя, и думаю, что вам это будет очень интересно. Ну, во-первых, я еще раз говорю, что если офисы отправят людей работать постоянно по домам, то, ну, в первую очередь, наверное, людям понадобится больше квартиры. Их больше не будут устраивать маленькие квартиры, как это сейчас принято. Каждому, если муж и жена работают из дома, им понадобится каждому какое-то рабочее место, какое-то место, где они будут уединиться и поставить свой компьютер, может быть, камеру, телефон и все это вместе. То есть означает, что маленькие квартиры будут меньше востребованы, больше будут востребованы квартиры большие, может быть, две комнаты, три комнаты, где люди могут работать из дома. Это первое изменение, которое я вижу как специалист по недвижимости. Следующее, что я вижу, что если люди будут работать из дома, то, скорее всего, уменьшится число курильщиков в мире. Люди больше не будут так выходить на перекур часто дома, как они выходят из офиса. Потому что это уже часто не потому, что нужна сигарета, а как времяпровождение, как social gathering, как люди собираются вместе, чтобы поболтать и быть в какой-то компании. Очень часто люди курят из-за этого. Будет меньше курильщиков, будет лучше здоровья людей. Я также думаю, что увеличится количество баров. Потому что люди после работы, пробыв целый день дома вдвоем, а еще, может быть, и дети дома, будут просто уже на пределе, и им захочется вырваться. Поэтому бары будут увеличиваться, пивные бары, разные бары. И люди будут туда ходить больше, чем они ходят сегодня, когда они имеют возможность общаться в офисе. Общения будет мало, и баров будет больше. Следующее, что я думаю, я думаю, что будет больше число разводов. Потому что когда супруги будут много времени проводить вместе, даже если они заняты работой, все равно это будет каким-то образом влиять на их отношения. Может быть, нет, может быть, я ошибаюсь. Иногда даже отношения становятся лучше. Но, скорее всего, будет больше разводов. Следующее, что я думаю, что увеличатся бизнесы в ближайшее же время по реновейшн, по ремонту, переоборудованию домов и квартир под офисы. У тех, у кого есть какой-то бейсмент, подвалы, какие-то веранды, они будут переделываться под офисы, под рабочие места, и эти специалисты, которые сегодня занимаются ремонтом, будут больше востребованы в самое ближайшее время, если это понадобится. Следующее, что я думаю, будет меньше спрос на костюмы и всякую деловую одежду. Если будут люди больше работать из дома, то людям не нужна будет такая хорошая одежда больше. Они будут редко ей пользоваться. Будет больше спрос на всякую кэжуал-одежду, и здесь рынок вырастет. А рынок вот именно костюмов, всяких такой вот бизнес-дресс-код почти исчезнет, если это произойдет. Дальше я думаю, что упадет спрос на маникюр, педикюр, прически, потому что люди больше это делают, потому что они в обществе, и если эти люди перестанут ходить, быть все время на виду, они будут меньше это делать. Делать, может быть, сами, делать иногда, но не в таком количестве, в котором это делается сегодня. Зато кончатся пробки на дорогах. Люди больше не будут ехать в офисы. Кончатся пробки на дорогах, и люди не будут тратить это время, это свободное время, которое у них будет высвобождаться. Они будут посвящать своей семье, прогулкам, то есть вот эта вот область интертеймент, прогулок в ближайших районах вырастет. Люди, те здания офисные, которые будут больше не нужны, такие многоэтажные, огромные, переделаются в жилые комплексы. То есть те люди, которые сегодня работают на уборке, содержании, охране этих офисов, скорее всего, или переквалифицируются в обслуживании жилых домов, или потеряют свою работу в какой-то степени. Так что офисные здания не потребуются больше. Здоровье людей будет лучше, так как они будут меньше курить и меньше сидеть в машинах. Они будут работать из дома. И следующее, что очень-очень важно, и здесь есть огромное место для бизнеса, люди будут есть домашнюю еду три раза в день. Они уже не будут есть, что попало в этих ресторанах или фастфуд, то, что они едят сегодня во время своей работы в офисах. Люди будут есть дома. Значит, будут процветать черные кухни. То есть черная кухня называется такой бизнес, где еда готовится, но не продается. И эта доставка еды на дом станет уже сегодня большим бизнесом. Уже сегодня люди сели. Так что тот, кто хочет сделать этот бизнес завтра процветающий, можете начать уже сегодня. Черная кухня, где вы только готовите, снимаете любое помещение, на любом окраине города. Для этого не нужны дорогой рент и дорогой ресторан. Для этого понадобится вам только приготовление еды. Упадет бизнес ресторанов, те, которые вокруг этих бизнес-офисов. Не понадобятся они больше, никому будет в них больше кушать в течение дня. И другие бизнесы, которые вокруг этого, тоже, скорее всего, закроются. Люди будут иметь, на мой взгляд, больше домашних животных. Так как они все время дома, они не оставляют собаку свою или кошку одну. Скорее всего, люди будут чаще заводить домашних животных, поэтому будут процветать бизнесы по содержанию кошек и собак. Всякая еда и прочее, и прочее. Для кошек и собак эти бизнесы будут процветать, на мой взгляд. А те бизнесы, которые были, где прогулки с собаками, отели для собак, что-то еще такое, детские сады для собак. Вот мои многие здесь друзья отводят на целый день свою собаку в детский такой сад. И собака там, чтобы ей не скучно, было прав в год. Вечером они ее забирают из детского сада. Стоит это ужасно дорого. Люди будут развлекаться больше онлайн. Меньше будут куда-то ходить. Во-первых, у них уже сегодня выработается привычка сидеть дома. Я не знаю, сколько мы будем сидеть дома до конца этой коронавирус-инфекции. И люди научатся проводить какое-то время, интертеймент, концерты, футбольные матчи, какие-то игры онлайн. Этого станет больше, на мой взгляд. Хотя, когда это все вернется, все-таки, я думаю, что люди будут ходить на такие развлечения. Но меньше. Люди будут селиться в сельской местности. Так как люди работают онлайн, им не нужно больше быть близко к рабочему месту, к офису. Люди спокойно будут селиться в сельской местности, на природе, строить себе дома. И это значит, означает развитие сельской местности. Это означает, что очень многие смогут купить там дом, который сегодня намного дешевле, чем в городе. И им не нужно будет ездить никуда. Цены на бензин, соответственно, упадут, конечно. Что будет с общественным транспортом? Он точно так же снизится. Будет меньше востребован общественный транспорт. Но, на мой взгляд, у людей будет больше машин. Бизнес-машин будет процветать, потому что люди привыкнут к какой-то опасности, изоляции микробов, вирусов. И поэтому люди, может быть, больше и чаще будут иметь свои машины, чем общественным транспортом пользоваться. Упадут цены на бензин, я сказала. И экология в целом будет лучше. Видите, как много хорошего принесет с собой коронавирус, несмотря на все горести, которые одновременно с ним пришли. Так что экология будет лучше, будет меньше, будут упадут цены на бензин, и люди будут меньше пользоваться им. Не надо будет им ездить на работу. Онлайн-школы и обучение будут процветать. Те, кто еще не в этом бизнесе, добро пожаловать, welcome. Это, на мой взгляд, в этом есть будущее, потому что все, что онлайн, будет людям предпочтительнее, чем тем, чтобы тратить на время ходить куда-то в какие-то школы. Люди перестанут пользоваться наличными деньгами. Вернее, это сегодня уже произошло. В Канаде уже сегодня, сейчас не принимают наличные деньги, только карточки. Нигде. Считают, что через деньги может передаваться инфекция. Так что, если такая тенденция утвердится, будет все меньше и меньше людей пользоваться наличными деньгами, и в конце концов они исчезнут. Это прекрасная новость за тех, кто ненавидит коррупцию. Не будет наличных денег, не будет коррупции. Это первое, что повлияет на коррупцию. Также освободит очень много кассиров. Будет гораздо меньше их людей, меньше банковских работников, которые сегодня считают эти наличные деньги. То есть, все, что касается наличных денег, на мой взгляд, уйдет. Этого не будет. То, как я уже сказала, будет процветать продажа автомобилей, на мой взгляд, и продажа велосипедов в теплых странах. Но только в теплых странах. Вот такие вот пункты я себе написала. Я думаю, что есть что-то еще, что, может быть, я не учла. Если вы что-то знаете, пишите, пожалуйста, в комментариях. Мне будет очень интересно почитать. Давайте подумаем вместе. А что произойдет, если мы сядем на этот карантин на два месяца? Два месяца – это серьезный срок. Через два месяца люди ко многому привыкнут, много станет их привычкой. И, возможно, создадутся вокруг этого новые бизнесы. Поэтому, если вы еще не знаете, чем заняться сегодня, пожалуйста, доставка еды на дом, приготовление еды – это первый бизнес, который лежит на поверхности. И все остальные, которые я вам сказала, с этим связаны. Давайте подумаем, что еще. Может быть, может быть, давайте подумаем вместе. Коллективный ум мне всегда нравится больше. Пока-пока, мои дорогие. Я вас целую. Подписывайтесь на мой канал. Здесь безумно интересно и важно. Здесь очень-очень много важных знаний, которые вы получите. И они серьезно могут изменить вашу жизнь к лучшему. Bye! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok